Любовь «Смотрю, какой-то молодой человек. На бандита не похож. Открываю. Он улыбается во весь рот и говорит, «А вы знаете, что вас любит Бог?» Оказалось, из какой-то американской секты литературу разносит, зазывает на собрание. Все очень мило, с улыбкой, с упреждением, ласково, так обходительно, в галстучке такой. Только на что он рассчитывал? Что я в истерике упаду на пол, начну биться и кричать, «О, мой Бог, ты меня любишь! О, я изнемогаю! О, я не знал об этом! Спасибо!» Чудаки ей-богу! Их бы к нашей бабе Дусе, которая в храме убирается, она их пластмассовую улыбочку вмиг бы стерла. Эта бабка-то церемониться не любит и тряпкой огреть может. Никогда не забуду, как я с ней познакомился. Тогда мне еще все равно было, что Христос, что Будда, что Магомед, все одно. Религиозных философов начитался и смотрел свысока на попов и верующих старух. «Как сейчас помню, иду после университета. Сессию только что сдал, душа поет. Дай, думаю, в храм зайду». «Служба давно кончилась, веревка висит, храм закрыт на уборку. Смотрю, бабка старая, такая классическая, морщинистая, вся скукоженная, пол моет. И в храме никого больше нет. А ну-ка, бабуся, сейчас с тобой филолог побеседует на предмет твоей веры. Бабушка, а можно вас? Что, не видишь, храм закрыт, полпятого приходи, откроют. Да я, собственно, только спросить хотел. Вот тогда и спросишь. А вот если вам сейчас за Христа смерть пришлось принять, а? И тут вдруг эта старая корга резко выпрямляется, швыряет тряпку на пол и буквально выкрикивает «Да с радостью!». Когда она поняла, что я над ней просто прикалываюсь, она заплакала. Стыдно мне стало. Впервые стало так стыдно. Казалось, будто со всех сторон меня обступили осуждающие лики святых. Храм стал таким огромным, и я просто не знал, куда деться. Словно родной матери в лицо плюнул. Тогда-то я и понял, что любовь разная бывает. И в этой вроде бы совершенно никчемной старухе в сердце была такая готовность куда угодно идти за Христом, что ничего не было жалко, даже самой жизни. Ей уже все равно, что о ней думают, что она резкая, даже грубая, неразговорчивая, ей лишь бы чистую совесть перед Богом иметь. Конечно, сейчас о такой любви даже и речь не идет. Помнится, Саша Черный издевался. Любовь должна быть счастливой — это право любви. Любовь должна быть красивой — это мудрость любви. Где ты видел такую любовь? У господ писарей генерального штаба? На эстраде, где бритый тенор, прижимая к манишке перчатку, взбивая в сладкие сливки из любви соловья и луны? Что сегодня считают любовью? В лучшем случае — глубокое чувство, которое охватывает человека. Своего рода эмоциональный подъем или всплеск. Но чувства, ах, как же они обманчивые и непостоянные. И если великое, грандиозное здание любви строит только на чувствах, то же, что строит на песке. Ведь все равно придет непогода. Да и чувства меняются. Их невозможно законсервировать. И смотришь с болью, как то здесь, то там дают крен, ломаются судьбы и рушится любовь, казавшаяся крепкой, как камень. Ведь даже ученики Христа, искренне Ему преданные, не выдержали, когда увидели Его, умирающим на кресте. Человеческое, все это слишком человеческое непостоянство. Мало кто задумывается над тем, как возделывается почва для любви. Думают, что она должна с неба свалиться. Просто так, приветом от Деда Мороза, без всякого труда сделать счастливым. Словно наркотик, укололся и счастлив, правда, ненадолго. И цена расплаты несоизмеримо высока. За краткие минуты кайфа жизнью платить придется. Так и получается сплошь и рядом. Поиграли с любовью, потешились, разбежались. Только душа вся в ожогах до шрамах от этих игр. С огнем ведь играют. Раньше-то это знали и неспроста считалась телесная и душевная чистота главным залогом счастья. Ведь землю души надо с младенчества возделывать, выпалывать сырняки страстей, убирать камни грехов, удобрять делами, чтобы было куда прорастать семенам любви. Ведь любовь не чувство, а само состояние души. В ком живет любовь, тот все по любви делать будет и своим, и чужим. А то завалят душу всяким хламом заботы, претензий друг к другу и удивляются, куда эта любовь ушла. Приветливость стала лицемерием, ум превратился в лукавство, справедливость стала жестокостью, а власть оказалась насилием. Да была ли она вообще эта загадочная и неуловимая любовь? Непопулярны сегодня слова Христовы, не смущаясь никакой человеческой грязью, подлостью и обманом, не ища ничего своего, никакой выгоды или корысти, отдавая все, что у тебя есть, даже саму жизнь, лишь бы найти того, кто ждет меня, ждет в моей руки помощи среди безумия зла и торжества греха. Разве стали мы счастливее, презрев любовь к Христову, и мучительно тужась родить свое земное безбожное счастье. И вдоволь будет странствий и скитаний, страна любви, великая страна, и с рыцарей своих для испытаний все строже станет спрашивать она. Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнали Симон.